Всем, друзья, привет! С вами я, Айд Скравер. Сегодня разбор линейк компании Honor. Много телефонов вышло в прошлом году, и в этом, скорее всего, мы ждем очень много новинок от этой компании, поэтому нужно разобраться во всех линейках. Это фирменная фишка этого канала, разбор линейк какой-то определенной компании. Xiaomi уже были, были уже Realme и некоторые другие линейки, но вот Honor этого года еще пока что не было. Давайте в ней детально, конкретно разберемся. Вообще, основная компания это Huawei, а Honor это ее дочерняя компания. Но так как Huawei делают более дорогие модели, Honor стали очень популярны в среднем сегменте, потому что они делают достойные, отличные аппараты за небольшую цену. И поэтому они очень-очень в этом отношении популярны, в первую очередь среди молодежи. Но и есть очень-очень интересные модели, о которых я хочу вам, друзья, рассказать. Все раскидаем по линейкам, все по красоте душевной, чтобы вам все стало понятно, где какой телефон, сколько стоит, почему один лучше, другой хуже. Также не забывайте переходить на телеграм-канал, там тоже всякие скидки, купоны. Я там составляю топы лучших телефонов, топы лучших товаров на Алиэкспрессе. Если есть какие-то промокоды, то обязательно репощу, не пропускайте все ссылочки в описании. Итак, начинаем с линейки А. Это самые-самые бюджетные телефоны 5А, 6А, 7А, 7А Pro и новиночка этого года 8А. То есть на данный момент самый-самый такой доступный телефон. Если честно, все они очень-очень простенькие. То есть если у вас нет денег вообще и вы хотите Honor, то 8А это будет, в принципе, неплохой телефон, но достаточно-достаточно бюджетный. И интересно, что у компании Honor есть две такие линейки достаточно бюджетные. Это очень интересный ход, у других компаний я такого не припомню. Следующая линейка как раз-таки C, и это тоже бюджетная линейка. Здесь телефоны 6C, 6C Pro, это уже достаточно устаревшие модели, 7C и 7C Pro, более-менее новые модели. И модели этого года 8S и 8C. Если вам тоже нужны такие неплохие бюджетные телефоны, то 8S, 8C доступные телефоны у компании Honor. Но если честно, на что-то конкретное я не хотел бы обращать внимания, потому что тут не за что зацепиться. А вот в следующей линейке очень даже есть за что. Это линейка под названием Lite. Допустим, телефоны 8 Lite, 9 Lite, наверное, многие из вас знают. И 10 Lite, тоже сверхпопулярный телефон 2019 года. Также 10А я сюда включил, потому что он плюс-минус напоминает вот средний сегмент, и я его сюда все-таки отнес. Из этих телефонов я хотел бы обратить ваше пристальное внимание на Honor 10 Lite. Наверное, это самый такой правильный сбалансированный телефон на сегодня в среднем сегменте у компании Honor. А давайте пробежимся по характеристикам. Здесь экран 6,21 дюйма. Это IPS-матрица, Full HD+, разрешение. Неплохая такая матрица для 2019-2020 года. Нет в ней чего-то выдающегося. Ну и плохой матрицей этот экран никак не назвать. Kirin 710. Очень популярный Kirin получился в том году, и они его напихали, в принципе, во многие телефоны. F-версия чуть попозже вышла. Но сам 710, это реально очень-очень продвинутый процессор. По сравнению с предыдущим процессором Kirin на Honor 9 Lite, то, конечно, 710 это просто топчик. Видеоскоритель Mali-G51 MP4. Не такой мощный, то есть это не игровой телефон. Если вы хотите поиграть в игры, то все-таки лучше брать что-то от компании Redmi или Realme на Snapdragon. Оперативной памяти здесь 3 гигабайта, и это очень мало для 2020 года. Встроенные 32 либо 64. В Antutu около 150 тысяч баллов выбивает этот смарт. В принципе, неплохой за счет, конечно же, своего процессора. По габаритам он 154,8 на 73,6. Основная камера на 13 Мп, апертура f1.8. Снимает плюс-минус неплохо, селфи-камера на 24 Мп, тоже очень даже неплохая. Батарея на 3400 мАч, быстрой зарядки нет в комплекте. Плюсом, я бы отметил, у этого телефона есть NFC. Ну и, конечно, кому-то нравится именно Honor, и поэтому красивый, очень интересный дизайн. Не такой большой телефон, кстати, достаточно компактный для 2020 года. Можно сказать, это уже компактный такой телефон. Следующая линейка под названием X. Эта линейка всегда отличалась инновационностью. То есть, смысл линейки в том, чтобы за небольшие деньги дать вам самый инновационный крутой телефон. То есть, если в Lite-версии вы берете все лайтовое и самое дешевое, в X-версии вы берете все дешевое, но самое-самое продвинутое. А здесь старенькие телефоны 5X, 6X. Помните, да, как 6X выглядел, да? Мега такие популярочки у компании Honor. И они, кстати, сделали для этой компании очень хорошую историю. Также 7X тоже популярный, 8X, наверное, уже более знакомые вам варианты. И был 8X Max, большой телефон, и 9X вышел в этом году. Из всех вариантов, в принципе, и 8X до сих пор, я считаю, что это достойный телефон. Неплохой за свои деньги, сейчас цена на него упала. В принципе, очень неплохо он выглядит за эту цену. Но самый правильный, наверное, телефон это 9X. И, к сожалению, у него есть две модификации. Одна для международного рынка, другая для рынка Китая. И вот для рынка Китая телефончик очень даже топовый для нашего рынка. Чуть-чуть нужно было ему добавить, но сейчас мы все обсудим. Экран у него 6,59 дюймов. Это IPS-матрица, Full HD плюс разрешение, 391 ppi. То есть, ну, хороший-хороший, большой, отличный экран у этого телефона. Он полностью безрамочный, да, это главная фишка этого телефона. Камера выезжает, вам в распоряжении весь экран. Играете ли вы игры, смотрите видосы, ютубчик, просто серфите по интернету. Это просто мега классный экран. Центральный камень здесь 710 Kirin F, F-версия, то есть более разогнанная. И вот в китайской версии 810 Kirin, конечно, стоит. И там просто, ну, мега-мега топчик. В международной версии 710 F. Конечно, F-версия, ну, немножко получше, пободрее, повеселее, потому что более мощный процессор получился. Mali-G51 видеоускоритель, не такой мощный. Версия 4,64 есть, версия есть 4,128. В Antutu плюс-минус около 160 баллов убивает. То есть, хорошая производительность у этого телефона. По сравнению с предыдущей тоже версией, да, прирост тоже есть небольшой. И сама 9-ка получилась очень-очень красивой. Батарея здесь на 4000 мАч, то есть великолепно. Камеры супер на 48 Мп. И, кстати, камера от компании Sony. Раньше Honor скрывали, да, от какой компании они ставят свои сенсоры. Но в этом году вот компания Sony. 582, апертура f1.8. Ширики есть, портретный режим есть. В общем, полный набор есть в этом телефоне. И селфи-камера на 16 Мп. А цена постепенно падает. В районе 17 тысяч вы можете купить ее у официалов. На 810 Kirin'е можно купить на Алиэкспрессе этот телефон. Но проблема будет в том, что это не глобальная версия. Могут отсутствовать нужные нам бенды. А также отсутствие NFC. Вот это вот напрягает. А все остальное будет, в принципе, по топчику. Единственное, что придется установить Google Play из маркета, который представляет компания Huawei. А далее линейка N. Хотя, на самом деле, такой линейки не существует. Но сама компания заявила, что N линейка есть. И, по сути, это основные флагманы этой компании. Honor 8, Honor 9, Honor 10, вам, наверное, более знакомый. Honor Play, а в том году, кстати, тоже получился очень неплохим телефончиком. И нынешние телефоны Honor 20, Honor 20 Pro, Honor 20S, Honor 20 Lite. По сравнению с Huawei, у компании Honor флагманы получились более скучные. Немножко они стороной прошли. Я хотел бы отметить телефон Honor 20 Pro. Здесь экран 6,26 дюйма. И это IPS-матрица. То есть, смотрите, во флагмане у нас стоит IPS Full HD+, разрешение 412 ppi. Основной камень здесь 980 и Kirin. Очень такой мощный, очень продвинутый. Но вот видеокарта Mali-G76, как на Redmi Note 8 Pro. Не самая мощная для этого телефона. Версия 8,256. То есть, по полной вообще категории. И, соответственно, слота для дополнительной microSD здесь нет. А в Antutu убивает 376 тысяч баллов. Уступает, конечно, конкурентам от Snapdragon. Но, в принципе, неплохо. А габариты 154,6. Очень небольшой телефон на 74,0. И основная камера у него на 48 мегапикселей от компании Sony. Опять-таки, Sony, Sony MX 586. То есть, здесь вот все по топчику. 16 мегапикселей ширик. Телеобъектив на 8 мегапикселей. И 2 мегапикселя макро. Камера. Селфи-камера. Здесь пушка на 32 мегапикселя. Все отлично. Батареи на 4000 мАч. Раньше проблемы были с большими батареями. Вот в этом году у Honor все порядочное. Ценник у этого телефона на данный момент у официалов где-то 34 тысячи. То есть, это достаточно большой ценник. Больше 500 долларов. И NFC, конечно, есть в этом телефоне. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую грань. Это очень неплохо. Потому что здесь IPS-матрица. Телефон получился неплохим. Но со своими определенными компромиссами. Следующая линейка под названием V. Здесь телефоны V9, V9 mini, V10, V20 или Vue 20. И некоторые другие модели. Эта линейка тоже, друзья, мне особо не нравится. Потому что она копирует, по сути, где-то флагманы. И никаким особым образом не выделяется от флагманской линейки. Поэтому перейдем к следующей. Это линейка под названием Magic. Но здесь действительно крутые телефоны. Magic 1 был очень топовый. Он смотрелся просто брутальный. В свой год это был, по сути, самый-самый такой инновационный, интересный телефон. Magic 2, можно так сказать, получился более простым. Хотя это тоже себе такое сказать очень простым. Потому что это слайдер. Здесь экран 6,39 дюймов. И это AMOLED матрица. Центральный камень 980 Kirin. Ну, по сути, флагманский Kirin. Видеоускоритель Mali-G76. Нам уже знаком этот видеоускоритель. Версия 628. Есть еще и более старшая версия. В Antutu примерно 375 тысячи убивает. Основная камера на 24 Мп. Апертура f1.8. Телеобъектив на 16 Мп. Ширик на 16 Мп. Очень неплохой набор для этого телефона. Но камеры так себе средненькие. Фронтальные камеры здесь тоже, кстати, удивляют. В слайдер-форме, да, они выезжают сверху. Основная камера на 16 Мп. И почему-то две камеры по 2 Мп. Здесь, короче, тоже интересный такой набор. Батарея на 3500 мАч. NFC есть в этом телефоне. Ну, и этот телефон, самое интересное, не представлен на нашем рынке никоим образом. Этот телефон в основном для китайского рынка. И у нас есть только его, можно сказать, основной прямой конкурент. Это Xiaomi Mi Mix 3. У него тоже форфактор в виде слайдера. И поэтому он является его, таким, можно сказать, основным конкурентом. Так, друзья, вот мы разобрали все линейки компании Honor. Линейка A, C, Light, X, N, V и Magic. Какие телефоны вам нравятся, пишите обязательно в комментариях. Нужно ли разобрать линейку Huawei, пишите тоже в комментариях. Мы все обязательно детальненько разберем. Всем хорошего настроения. Подписывайтесь на этот канал. Жмите лайкос этого видео. Всем пока-пока. Всем пока-пока.